А, привет. Что это с тобой? Куда вы все делись? Ну, куда ты смотришь? Что ты там видишь? Я решил завести ребенка, и я это сделаю. А что, ты вдруг стал моралистом? Такой-то... Сальватор, попытайся меня понять. Что с тобой случилось? Что случилось-то? Кто тебя до такого стаина довел? А? Раз тебе кажется справедливым, что твои братья получат все деньги. Они всегда ненавидели тебя, пользовались тобой. Кем-то повздорил? Трус. А из-за чего? Из-за политики? Или может из-за футбола? Да почему политика? Во всем виновата вдова Санта-Чида. Видишь? Существует, как вы крутили, это был бы твой ребенок. В глазах законных, в глазах всех остальных. Вы можете себе это представить? Я должен был молчать и не говорить, что она хочет забеременеть. Она забеременеть? Зачем? Ну да, ради наследства. Наследство. Я узнал об этом чудом. Я занимался написанием речи секретаршей. Вот тогда все было в порядке, и рот ты не кривил. Ну уже, признай. Потому что вообще это секрет, и что ты решил, что она хочет зачать от тебя? Ну конечно. А я как дурак все рассказал этому несчастному ублюдку. Нет, не можешь, но это твоя проблема. Я это сделаю все равно. Спокойной ночи. И тогда он мне, а знаешь, я ведь смогу помочь тебе в этом. Я ему говорю, зачем мне ты? Вообще, я сам умею этим заниматься. Лучше повернуться к этой стороне. Так более безопасно. А если продолжишь глазеть у меня так, я запру тебя в ящик. Ясно, да? Или того хуже, отнесу в комнату моей матери. Разве я не знаю, как это делаю? А он мне, ну вдвоем надежнее. Тогда я же зазлился, и мы подрались. Понятно? А где вы все? Ну чей-то... Не оставил завещание. Автоматически... Ну что ты смотришь, кретин? Двигай, двигай. Ты слышал, что я сказал? Посмотри, во что ты меня втянула. Не волнуйся, статья 232 на нашей стороне. Ну уж нет, мама. Я достаточно чувствительный. Я не стану спать с первым встречным. А кто тебе сказал, что ты будешь спать с первым встречным? Это может быть и первый, может и второй. Прократи, мама. Адвокат. Ну а вы что думаете? По вашим темным. Ах ты мой дорогой, я надену точно такое же. Когда умрешь ты. Да пошла ты. Мои соболезнования. Мы должны оплакать состоятельного и уважаемого человека. А также и верного друга. Большое вам спасибо. Он не так уж плохо смотрится. Такой грациозный. И наверняка очень сладкий. Ну конечно, как карлка мармелада. Раз ты не видишь, что он карлик. Да, но карлики они... Если бы ты знал, что они говорят. С вами в вашем горе. Сальватор был исключительным человеком. Я Карло Нишеми. Я был близким другом вашего мужа. Моя глубочайщина полезна и вам, сеньора. Это большая потеря. Спасибо. Вы очень любезны. В этот тяжелый момент я с вами, сеньора. Я с вами. Примите соболезнования. Он тебе понравился, да? Расслабься. Возьму его на себя. Кто это? Черт. Я. Вы. Ну да. Я. Ну почему? Потому что... Потому что... Это трудно сказать. Да, но... Вы прокрали с моей спальней тайны как вор. Может скажешь мне почему? Да. Я хочу украсть. Украсть все, что смогу. Все, что вижу. Все, что захочу. Ну же, крадите все, что хотите. Спасибо. Спасибо. Не кричите. Вот и сейф. Не кричите. Где это? Куда он это положил? Вот эти блюда. Может под передней панелью? Где же они? Не кричите. Ну где же? Одну секунду. Ну где же... Ах. Вот они. Посмотрите на них. Вы только на них посмотрите. Я счастлив. Наконец-то. Ногу вниз. Спокойно, сеньора. Не стреляйте. Это я. Вы? Ну да, я, сеньора. Простите меня. Вы прошли так незаметно. Я даже принял вас за вор. Знаете, как говорит сеньора, обстоятельство делал человек вором. Кем-то началась война. И будьте спокойны. Вот же трусливый ублюдок. Вот ведь мерзавец. А ты хотел посмеяться надо мной? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Нет, не очень много. Да что тут объяснять? Я там была одна. Беззащитная, полуголая. А он связывает меня, сует в рот кляхну и начинает грабить. Ко мне обращаются. Ну же. Я не понимаю, почему вы так стенаете? Вы получаете еду, выпивку кров в обмен на 30 дней в обеде к самой желанной стороне вдовы. Я даже не знаю. Что тут можно не знать? Все, что от вас требуется, так это помочь мне стать бабушкой. Считайте, что вы получите меня на этой благословине. Ну хорошо, бабушка, что же мне делать? Бабушка, вы назвали меня бабушкой? Вот смотрите, смотрите, там ванна. Ступайте, да и приготовьтесь, красавица. Ступайте, а я пока поработаю над Катериной. Обработаю ее как следует, да. Да уж, мама. Всегда только мама. Субтитры создавал DimaTorzok Родился наследник? Значит, мы облажались. Ох, Катерина, спи спокойно, я здесь. О, ах, вот вы. Я уже готов, а я поговорил с ней. Я сказал ей, что она должна делать то, что должна, а вы дадите ей то, что нужно. Пусть останется в прошлом, как по этой песне. Катерина вас ждет, она готова к любви еще больше, чем в первый раз. Какой первый раз? Ну да. Когда она впервые увидела вас, вы тогда принесли ей соболезнования. Это ее тогда сразило, как молния. Ах, понимаю. Но простите, как она могла полюбить меня, если ее муж только умер? И вы, разумеется, сказали ей, что я... Что она должна отдать мне векселя, если я... Нет, конечно, нет. Поймите, если она узнает об этом, тогда всему конец. Пожалуйста, пока не говорите ей. Катерина уверена, что вы в нее улюблены смертельно. Но вы ее подготовили и разогрели, вот и не позволяйте ей остыть. Идите быстрее, не давитесь на меня. Вот, а за ней мешкайте, ступайте, смелее, смелее. Ах, проклятие. Простите, я слишком взволнован, чтобы... Чтобы немедленно выложить свои аргументы, верно? Катерина. Карла. Катерина. Карла. Катерина, Карла. Катерина, можно? Что именно? Можно говорить тебе ты? Наконец-то. Взбрюлюсь торжествует. Да-да, ставьте свою охрану. Ну, ты достал деньги? Конечно, я нашел их. Чем же ты расстроен, прости, на милость? Чем легко понять, чем разве нет? Если они узнают, что у меня не остается денег, они переметнутся на сторону врага. Что, правда? Ну, уже счастье моё, тебе нужно что-нибудь поесть. Я не голоден, спасибо. Если не будешь есть, стань только хуже. Пустой мешок нести неудобно. Да, и всё же... Немного мармелады, меня от него тошнит. Я его не люблю. Может, сливочного масла? Ну, чем мне поможет масло? Ижи, ты не понимаешь, что я влюблён в тебя. Ну, завтра я сожжу в банк, чтобы снять деньги. Но в доме уже нет денег. Сделай что-нибудь. Что я могу сделать? Что? Что ты мне предлагаешь? Ну, что? Самому заделать Катерине ребёнка? Только попробуй лишишься жизни. Тогда позволь мне действовать. Нам нужно обсудить всё спокойно, понятно? Ну да. Бери пример своей сестры. Давай, давай, заходи. Я здесь, подожди. А ну-ка, подожди. Чей это ребёнок? Дома Катерины. Видите, какой он красивый? Совсем такой же, как его отец. Его отец? А кто отец? Говори. Я его отец. Это мой сын. Весь мой. Твой? Да. И ты можешь это подтвердить? Да, кретин. Придурок. Вам-то что за дело? Это же мой сын, а не Сальваторе. И наследство достанется Екатерине. Оно наше. Ты веришь мне, да? А ты ведь говоришь верно. У нас есть веские доказательства, что этот ребёнок не брачный. Что вам здесь нужно? Выйдите прочь. Ну почему же, Катерина? Или ты не рада, что близкие родственники приехали поздравить тебя с рождения нашего племянника? Ну да. Катерина. Конечно. Я должен был признаться ему, что это мой ребёнок. Твой? Он плод к нашей любви. Ты с ума сошёл. Как ты смеешь говорить такую чушь? Убирайся немедленно, и все вы. Негодяи. Дети. Я всё понимаю, Катерина, не имеет смысла рассказывать байки. Мы любим друг друга и поженимся. Тогда моя часть наследства станет твоей, понимаешь? Понимаешь, что меня тошнит от тебя так же, как и всегда. Ну как же? В ту ночь ты говорила совсем иное, когда обнимала меня. Что? Катерина, почему ты продолжаешь отрицать? Ты же знаешь, что есть доказательства. Я знаю, что нет у тебя ничего. Я могу подать у тебя в суд за клювину. Каких доказательств ты говоришь? Прости, если у тебя есть доказательства. Просто предъяви их. Чего ты ждёшь? Покажи нам. Я не могу показать это всем. Только ей. Я бы не хотел, Катерина, раскрывать такие интимные детали. Но я видел твои родинки. Все три. Кретин. Какие родинки? У меня нет родинок. Есть, нет. Есть, но они... Они у тебя на ягодице. Ну же, не надо больше обманывать. Ну хорошо, хорошо, показывайте. Хватит спорить, я сам должен посмотреть. Как же это так? Как так можно? А что такого? Ты или я, какая разница? Да я знаю, где они находятся. Что вы там собираетесь смотреть? Я сама посмотрю. Я всё-таки женщина. Хорошо, Дона Винченца. Вы можете посмотреть. А вы даже не думайте. Отверните, кляжные свиньи. Отвернись, и не в зум подсматривать. Да, посмотри. Может, подумайте, я жду, не дождусь, как посмотреть на неё. Да ты не смотри. Ну ты точно уверен? У неё точно были родинки? Уверен, уверен? Уверен, совершенно уверен. Ну понятно, уверен. Чего же ещё? Нет никаких родинок. Где ты их видел? Точно у неё? Ну как это? Они должны быть там. Посмотри получше. Они там, я в этом уверен. Да, было темно. Но я их подглядел, я прикасался к ним, я их целовал. Что-то целовал, что-то видел. Раз она ничего не видит, значит, ты ошибся. Но как я мог ошибиться? Дон на Франческе. И только один может быть его отцом. Смотрите, это же вылетный Дон Ника. Одна, две, три. Да, это они. Теперь довольны? Мы облажались. Да. Ника, ступай готовить документы. Ты должен немедленно на мне жениться. Жениться? Видишь ли, мой сын должен иметь настоящего отца, пусть даже такое чучело. Да. Конечно. Почему у вас такие вытертые рожи? Теперь наследство у Катерины? Вы же знаете, что она очень щедрая. Надеюсь. Вот они, жалкие ублюдки. Они уходят. Теперь видишь, Сальваторе, как я была права? Твой сын будет богат, а эти идиоты получили то, что заслужили, не так ли? Несчастные ублюдки. Ты только посмотри на несчастных ублюдков. Уходят все вместе. Как приятно, когда наступает мир. Как приятно видеть людей, живущих в такой гармонии. И больше не придется беспокоиться о них. Как ты сказала? Это рассмешило меня. Это было так смешно. Что именно? Ну как это что? Про судьбу. Я пошел, чтобы ограбить тебя, а ты подарил мне сына, который не совсем мой, но твоего покойного мужа. Твой деверь думал, что ты родила ему сына, но на самом деле сделал ребенка твоей матери. Таким образом, твой деверь стал тебе папой, а твоя мать, теткой, твоему сыну. А я стал вдовой дяди по отцу, который был отцом твоему ребенку. Какое несчастье. А ты? Кем стал ты? Я стал самым счастливым мужчиной в мире. Поэтому обязательно здесь оставаться? Да ладно, в конце концов, это его заслуга тоже.